Каким образом можно начать зарабатывать 100 долларов в день и даже больше пассивного дохода без вложений? И это можно будет сделать всего лишь за 3 шага, но я не хочу сказать сразу, что это какой-то способ, с помощью которого ты сможешь просто по щелчку пальцев грести деньги как лопатой. Нет, ни в коем случае. Как и в любом деле, нужно будет сначала научиться это делать, нужно будет потратить свое время, чтобы этому обучиться, и дальше уже зарабатывать деньги на пассивном доходе. Нужно просто осознать, что за час, за день, возможно, ничего не произойдет, и просто постараться выполнить те действия, которые ты сейчас узнаешь из этого видео. Что же это такое? Что за инструмент такой, позволяющий зарабатывать деньги? Это способ печати по требованию. Print on demand на английском. Это значит, что человеку печатается футболка с его личным дизайном, который он заказал именно в тот момент, когда он заказал этот товар. При этом тебе не нужно иметь товар в наличии. Тебе все, что нужно будет сделать, это подготовить специальный дизайн. Причем дизайн делается вообще очень просто. Дизайны подготавливать можно не только для футболок, но также там есть другие аксессуары. Это может быть какие-то чашки, постельное белье и тому подобные вещи. И весь интерес заключается в том, что все это будет выполняться автоматически. Ведь человек оставляет заказ, этот заказ сразу переходит на сервис, который печатает футболку и доставляет покупателю. То есть все, что тебе нужно будет сделать, это просто подготовить хороший качественный дизайн. И тебе не придется делать вот такой дизайн или этот дизайн, потому что это очень сложно. Причем эта система может интегрироваться с различными сервисами. Это может быть eBay, это может быть Amazon, либо твой личный сайт. Но если ты хочешь получать еще больше полезных и интересных видео о том, как можно зарабатывать в интернете, обязательно подписывайся на канал. И если ты не хочешь потерять эту схему пассивного заработка, обязательно нажми кнопку сохранить это видео себе. Ну а теперь давай посмотрим, сколько зарабатывают те люди, которые продают футболки с простыми надписями на eBay. Для примера, я возьму какие-то простые дизайны, которые имеют хорошие продажи, потому что это даст тебе понимание, что не нужно делать очень крутые дизайны, а можно будет делать просто какие-то надписи и запустить это в продажу. Вот посмотри на эту футболку. У нее продаж на 1200 долларов, но при этом очень простая надпись, нет ничего сверх дизайнерского. Еще одна футболка на 7000 долларов, там просто надпись Champion, нет ничего особенного, нет ничего сложного. А у этой футболки продаж на 2800 долларов. Ты только вдумайся, дизайн у нее никакой, она даже выглядит помятой. И люди все равно ее покупают. Я бы такие футболки вообще бы никогда не купил. Несмотря на все это, они имеют очень хорошие продажи. Всего лишь три шага, которые нужно будет сделать. Первое, это зарегистрироваться на площадках, о которых ты узнаешь дальше. Второе, создать простой дизайн. И третье, необходимо будет получать соответственно заказы. Теперь расскажу немного о нашем опыте и о ошибке, которую мы допустили в процессе работы. И которую ты сейчас узнаешь, чтобы не потерять свои деньги. Во-первых, мы начинали это дело с нуля. Просто подготовили дизайн, сделали их очень много, потому что каждый день работали над этим делом. Выкладывали их постоянно на ebay, на своем сайте. И тем самым, со временем, не сразу, начали получать продажи. И за счет того, что этих товаров стало очень много, то есть тут очень важно количество, особенно на бесплатных этапах. Соответственно, люди начали замечать некоторые товары и их покупать. И я знаю очень много людей, которые запустили всего лишь 2-3 дизайна и перестали делать их дальше. Потому что увидели, что там всего лишь какая-то одна продажа была и решили на это все дело забить. Но также я знаю людей, у которых есть 1000-2000 дизайнов. И они все это делали сами, просто каждый день по чуть-чуть, понемногу подгружая все новые и новые. Параллельно работая на своей обычной работе. Но в дальнейшем они с этой работы просто ушли, потому что доход с этих футболок начал превышать доход с работы. То есть, базируясь на нашем опыте, можно сделать вывод, что если у тебя большое количество подобных товаров, рано или поздно хотя бы одну штуку в любом случае купят у тебя. И теперь ошибка, с которой мы столкнулись, которую мы сделали. Это копирайтинг, это нарушение чужой интеллектуальной собственности. Это влечет за собой, во-первых, может привлечь блокировку денег, блокировку аккаунта, всех дизайнов, которые у тебя есть за счет того, что может быть нарушение чьих-либо авторских прав. Да, нам пришлось доказывать, что дизайн отличается, что мы ничего не нарушали. Но в любом случае происходит заморозка и ты не можешь ничего продавать в этот период. Почему нам предъявили за нарушение авторских прав? Да потому, что на дизайне был щит, который очень похожий на щит Капитана Америки. Но эта проблема разрешилась, потому что это не была точная копия, там были свои нюансы о том, чтобы изменять дизайн. Но тем не менее, жалоба от конкурента, либо от человека была, и нам решили сделать проверку. Делая вывод по данной ошибке, не стоит использовать чьи-либо дизайны, не стоит копировать каких-то либо известных героев, мультфильмов или фильмов, спайдерменов, бэтменов и так далее. Как правило, очень хорошо заходят футболки с каким-то текстом, и тексты можно находить в интернете. Но еще не стоит копировать полностью чужой дизайн. Возьми просто за пример какой-то дизайн и сделай что-то похожее, сделай другой шрифт, какую-то другую картинку вставь, другой цвет, и тогда он уже будет отличаться. Теперь о сервисе, который нужно использовать. Это сервис Printful, который делает печать по требованию. То есть в тот момент, когда у тебя будет заказ, и он автоматически сформируется, к примеру, на eBay, либо на Amazon, либо на твоем сайте, этот заказ автоматически отправляются в сервис. Сервис все выполняет, всю работу за тебя, и, соответственно, ты просто получаешь необходимую тебе выплату. Они отправляют твой товар покупателю, и все делается автоматически, потому что его можно подключить на eBay, на Amazon, на Shopify. Сейчас ты на экране видишь все эти сервисы. Тут есть и WooCommerce, и Vix, есть PrestaShop, Magento, любые сервисы, которые только можно подключить, можно их использовать. Теперь я покажу тебе, как создается дизайн в конве. Это сервис, который позволяет создавать дизайны без каких-либо знаний вообще. То есть ты просто заходишь, регистрируешься в этом сервисе, вводишь свои данные и попадаешь на данную страничку, где тебе необходимо будет создать дизайн, указать ширину, самую максимальную, которая будет подходить под дизайн футболки, нажимаешь кнопку «Создать дизайн». В принципе, данный сервис подходит для тех, у кого нет знаний особых по фотошопу. Поскольку у меня есть знания фотошопа, я использую его. Но, если у тебя нет никаких либо знаний, ты не умеешь создавать какие-то сверх дизайны крутые, и ты хочешь сделать все по-простому и быстро, тогда этот сервис тебе идеально подойдет. Ты просто заходишь в раздел «Текст», пишешь, к примеру, выбираешь какой-то шрифт, и, как правило, если ты делаешь на русскоязычную аудиторию, потому что Printful позволяет работать с русскоязычной аудиторией и с англоязычной, но, если ты делаешь на англоязычную аудиторию, допустим, выкладываешь товар на eBay, тогда ты выбираешь себе подходящий текст и пишешь все на английском. Вставляешь, возможно, какой-то шаблон, можешь выбрать самостоятельный текст написать, выбрать шрифт подходящий, и тем самым просто растягиваешь данный текст на всю эту область изображения, чтобы качество было максимально хорошим. Шрифты меняются при помощи кнопки слева вверху, выбираешь необходимый тебе шрифт, любой, главное, чтобы он был красивый, симпатичный, хорошо читался, ну или вписывался как-то под твой дизайн. Соответственно, просто-напросто это все делаешь. Если ты хочешь вставить какие-то изображения, заходишь в интернет, к примеру, выбираешь какой-то из этих дизайнов, через изображение, я обычно использую PNG изображения, есть специальные сервисы, на которых уже есть очень много всяких прозрачных картинок, важно, чтобы был именно прозрачный фон, чтобы тебе было проще с ним работать. Соответственно, из этого ты уже выбираешь нечто подходящее. Главное, чтобы не нарушать авторские права других людей, чтобы ты мог без проблем использовать изображения для своих товаров. После чего ты переходишь в раздел загрузки и выбираешь, какие изображения ты хочешь загрузить со своего компьютера. Тем самым у меня получается вот такой довольно-таки простой дизайн. Я сделал буквально за 2 минуты, скачал просто изображение, прописал текст, и теперь необходимо данное изображение, вот всю эту картинку, скачать. До этого нажимаю просто опубликовать, скачать. И теперь наступает очень интересный момент. Для тех, кто пользуется фотошопом, они умеют, скорее всего, вырезать белый фон, делать в изображениях PNG. Для конвы необходимо подключать платную услугу, то есть подключать подписку, чтобы твой фон был прозрачным. Но также можно использовать сервисы, которые смогут этот фон сделать прозрачным. Для этого заходишь в интернет, находишь сервис, который называется Online PNG Tool, загружаешь изображение, включаешь здесь галочку включить прозрачность, но проблема заключается в том, что видишь, оно слишком много взяло цветов, которые связаны с этой прозрачностью. Поэтому необходимо будет уменьшить процент, чтобы у меня осталась желтая кошечка. Хотя, в принципе, даже такой дизайн довольно-таки неплохо смотрится. Теперь все правильно сконвертировалось, все видно идеально. Я нажимаю кнопку сохранить как, после чего захожу в Printful, нажимаю Create your first product template, и что я выбираю? Мне нужна футболка. То есть, в принципе, можно использовать данное изображение под любой дизайн, но я выберу самое первое. Загружаю файл. Теперь можно посмотреть, как это, в принципе, будет выглядеть после загрузки файла. Но поскольку в шаблонах достаточно мало примеров, различных, можно воспользоваться вторым сервисом, и все ссылки будут в описании под этим видео. Ты можешь перейти и зарегистрироваться во всех этих сервисах. Значит, это сервис Placeit, в котором можно подгрузить свое изображение, и тебе будут уже готовы различные фотографии в различных местах, на различных людях. Ты сможешь эти все фотографии выкладывать, например, на ebay, или на досках объявлений, или на amazon, и использовать их для того, чтобы лучше привлекать покупателей. И преимущество этого сервиса в том, что он мне уже автоматически отрисовал все, все футболки, которые нужны с моим логотипом, с моим изображением, и то, как это нужно без всякого знания фотошопа, дизайнерства и так далее. То есть, уже все готово, и можно это использовать. Теперь, после того, как твой дизайн создан, ты его загрузил, либо ты уже создал много дизайнов, тебе нужно сделать очень важную вещь. Это перейти на ebay, потому что там можно получать бесплатный трафик, бесплатных клиентов. Все, что нужно будет сделать, это выложить твой товар на ebay. К тому же, не обязательно выкладывать только на ebay, можно использовать amazon, можно использовать какие-то бесплатные доски объявлений. Но если у тебя есть возможность работать через инстаграм блогеров, если у тебя есть возможность, если у тебя есть бюджет на рекламу в фейсбуке, тогда ты можешь делать свой сайт. И через свой сайт, например, на Shopify, либо на каких-то других сервисах, WooCommerce, Vix и так далее, ты можешь запускать рекламу в фейсбуке, в инстаграме, получать трафик оттуда и получать туда продажи. И о том, как настраивать рекламу в фейсбуке, и о том, как правильно находить инстаграм блогеров, инстаграм страниц, у которых есть достаточно большое количество подписчиков, пиши свой e-mail в комментарии под этим видео, и ты на свою почту получишь ссылку на бесплатный плейлист с видео о том, как все это делается. Если тебе понравилось видео, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши их в комментарии под этим видео. До встречи в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok